Любое измерение, чего угодно, которое, как известно, происходит в этом институте целиком, в, можно сказать, центре, оно расширяет наше представление о мире, потому что мы можем только тогда чем-то заниматься, когда можем сравнивать между собой объекты. Но сравнивать их, просто прикладывая друг к другу, довольно сложно. Поэтому человечество давным-давно разработало такой подход, как введение неких абсолютных величин, которые необходимы для сравнения. Ну, не было этих величин, мы не знали ничего, сколько нейронов у человека, мы не знали бы, какого размера органы системы. И вот для того, чтобы стандартизировать эти сравнения, собственно говоря, существует знаменитая система различных форм метрологии. И мы сегодня познакомились как с музеем Менделеева, где масса вещей, лежащих еще в основе этих метрологических исследований, так и суперсовременные лаборатории, которые, собственно говоря, чем-то занимаются. Они пытаются сделать максимально точное измерение вещей, о которых мы раньше думать не могли. Ну, например, температура той же самой. То есть то, что измерять кажется очень просто, опустил градусник в ванну, а на самом деле сверхсложно, если речь идет о мировых стандартах. То есть когда нужно сравнивать, в разных местах, в разных частях и Земли, и небесной сферы, астрономии, нужно сравнивать с неким образцом температурным, то есть найти абсолютную точку отсчета. Вот, ну, известная история с тем же самым Архимедом, который говорит, дайте мне точку опоры, я переверну Землю. Это шутка была, конечно, но точка опоры в современной науке – это образцы. То есть образцы для сравнения. Ну вот, например, мы рассуждаем там, например, то, что мне близко. Ну, например, мы рассуждаем о мозгах котов. Мы говорим, кошечка такая, кошечка сякая. Если мы будем с собой сравнивать этих кошечек, это бесполезно, потому что они все разные, они гибридизируются и прочее, прочее. С чем их можно сравнивать? Только с неким образцом. Каким? Этот образец надо найти, выбрать. Это дело ученых, и это очень сложное дело, потому что необходимо выбрать среди кошек дикую форму, которая сама воспроизводится, и она будет метрологическим образцом для сравнения мозгов всех остальных пород кошек. Иначе эти сравнения пустые. Мало ли что рассказывают об этих кошечках. Точно так же, особенно во всяких точных науках, в физхимии образцы, там радиология образцы. То есть мы ничего не можем сделать, вот в моем деле, например, мы не можем оценить те или иные элементы, с чем я сталкиваюсь постоянно, внутри клеток. То есть вот как мне определить концентрацию того или иного? Мы опять идем к образцам. То есть мне надо засунуть образец в прибор, откалибровать его, и только потом производить собственные измерения. То есть вот метрология как подход, он является ключом вообще во всей науке. Если мы хоть что-то говорим не больше-меньше, но мы же не занимаемся псевдофилософией и псевдо-психологией, то есть которые говорят, это больше, это меньше. Но это же не объективно. Мы знаем фокусы со зрением, когда у нас есть картинки, исчерченные полосочками, когда они создают иллюзию большего или меньшего, как две стрелочки. А мы должны объективизировать это. Объективизации другой, кроме сравнения с образцом, нет. И в этом отношении любая метрологическая работа, особенно с теми приборами, которые я сегодня видел, суперсовременными, которые единицы на всей планете, не только потому, что они позволяют очень точно измерять там температуру или разницу температур, а дело в том, что ими пользоваться-то никто в мире не умеет. Проблема в том, что таких оба типа приборы, они сами по себе и не нужны. Вот чтобы воспользоваться такой точностью измерения того, что сегодня видел в лабораториях, по абсолютному, собственно, измерению температуры, для этого нужны еще люди такие же уникальные. То есть, в чем уникальность лабораторий? То, что там есть люди, которые могут воспользоваться этими железками, которые делают во всем мире поштучно на заказ. То есть, это говорит первое об уникальности прибора. Да, это, конечно, хорошо. Уникальная железка, которая сто лет назад была уникальной, как часы вот в кабинете Менделеева. Это прекрасно. Но люди, которые запускают эти железки, которые могут ими воспользоваться, чтобы найти всеобщий эквивалент в той или иной области, то есть, ну, метрологический стандарт, вот они являются уникальным явлением, и поэтому я считаю, что этот институт надо всячески поддерживать, развивать, финансировать, вопреки даже всяким модным направлениям. Потому что это уникальная возможность расширять объекты сравнения на этой планете, да и в основе всей Вселенной. Мы ее изучаем с помощью образцов сравнения. И стандартизация их является ключевым, даже натурфилософским занятием, только которое дает конкретный результат, в отличие от натурфилософии. Наибольшее впечатление у меня от кабинета Менделеева произвело то, что он оказался человеком на порядок шире, чем я себя представлял в самых сметлых мечтах. То есть я знал, что он там занимался уникальными вещами, от всяких спиртовых дел, и кончая разработкой красок для окрашивания скатертей у полковниковых. Я вот непосредственно с этим имел дело, и знаю это хорошо. И там, кстати, еще в 80-е годы сохранилось даже производство этих окрасок тканей, которые он еще предложил. Сейчас, я думаю, там уже ничего нет. Но оказалось, что у его круг интересов намного шире. То есть настолько больше периодической системы, что это надо просто еще некоторое время переварить, в том числе и мне. То есть оказалось, таблица, которой он известен во всем мире, это то, о чем уже говорил. Это способ занять кафедру. Потому что тогда человек приходил на кафедру только своим учебником. Другого способа занять кафедру было невозможно. У нас сейчас приходят всякие балбесы, которые не знают предмета, никаких своих учебников не пишут, в лучшем случае переписывают западную ерунду всякую. А тогда было положено, в царские времена, тяжелые царские времена, профессор приходил на заведование кафера только со своим учебником, который должен был подавать материал студентам так, как до него не подавали. И, собственно говоря, таблица периодическая – это инструмент внеорганической химии. Но это было очень, как выяснилось для меня сегодня, очень частное занятие этого абсолютно гениального человека. Он оказался намного более интересным и намного более интересующимся очень сложными разделами наук, в которых он сделал ничуть не меньше, чем сам факт создания, собственно говоря, модного учебника. Периодической таблицы и открытие фундаментального химического и химико-физического закона, то есть вот этого, который он сделал в этой таблице. Но это было понятно, это было мотиватором, было занятие кафедры и решение семейных проблем. Но то, что он сделал после этого, параллельно, оно перевешивает эту таблицу в 10 раз. И, собственно говоря, для меня стало ясно, что я лично, и большинство людей, которые вообще этим не интересуются, вообще ничего о нем не знают. То есть на самом деле фигура в моих глазах выросла на порядок, а его вклад в отечественную мировую науку оказался невероятно высок. О чем я, в общем-то, готов сказать. Это говорит о том, что надо думать и смотреть его работу, поскольку его мысль простиралась намного дальше. Химии, физики и метрологии. Мне кажется, что неодоцененность оказалась намного выше, что, в общем, для меня делает его жизнь более обидной с точки зрения тех преимуществ, регалий, которые он, в общем-то, заслуживал при жизни. И, в общем-то, не стал ни членом Академии, ни Нобелевским уриатом. И не только из-за того, что Рана умер, потому что возможности, я думаю, что были и до этого. Продолжение следует...